Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Гемельфард. И сегодня у нас в гостях подполковник Цахал в запасах Арье Зайден. Добрый день, Арье. Здравствуйте. Арье, меня интересует твоя точка зрения как профессионального военного. Вокруг это ежечасно возрастающие напряженности вокруг Сувалковского коридора в Калининград. Вот я читал очень много разного рода прогнозов, но все считают, что это сумасшествие. Переть на страну НАТО, там рядом и Польша, там рядом, в общем-то, из Соединенного Королевства, если эсминцу дойти очень быстро по Балтийскому морю, не в этом дело. Но возникает вопрос о возможности применения ДРГ, для все равно разведывательных групп в Литве. А вот тут ситуация интересная. Вот по сравнению с Израилем. Цифры. Площадь Израиля 20 тысяч квадратных километров. Площадь Литвы в три раза больше. 65 тысяч квадратных километров. Население Израиля 9,5 миллионов человек, а население Литвы 2,8 миллиона. При этом Израиль это открытое пространство пустыня, а Литва это леса. Возможно ли применение диверсионно-разведывательных групп с тем, чтобы потом могли сказать, а нас там нет, их там нет, но делать диверсии. Насколько это возможно такое? Ну, наверное, вначале нужно спросить, а какова цель? Если цель создать сухопутный коридор, если мы правильно понимаем, то его тут диверсионно-разведывательные группы вряд ли чем-то помогут. То есть обезопасить мосты или что-то. Не знаю, по-моему, это не совсем точное направление попытки понять, будет или не будет. Есть леса, есть несколько сотен километров, которые нужно полностью обезопасить. И по ним что вести? Военную технику? Я не совсем понимаю, откуда у российской армии на сегодняшний момент найдется такое количество ресурсов. Это примерно половину ресурсов, которые сейчас задействованы в Украине, можно положить только для того, чтобы обезопасить один коридор. И он один, где покрытие с воздуха, что они собираются делать. Нет, абсолютно какая-то безумная идея. На мой взгляд, абсолютно невыполнимая. Это еще до эсминцев и всего остального. Просто слишком большое расстояние и слишком мало ресурсов. Вот и все. Все-таки теперь небольшое отступление. Вернемся к эсминцам. Как аналитики Минобороны Израиля рассматривают версию о блокировке Парта Клайпеда? Такое возможно силами Болтфлота? Извини, я вряд ли чем-то могу помочь. Я не специалист вообще в морской блокаде. Я умею на кораблях плавать, с них десантироваться. Во всем остальном это не я. Нужно спросить человека, который занимался этими вопросами из ВМФ. Он ответит действительно профессионально. Так что не знаю, честно. Извини. Хорошо. Вернемся все-таки к сухопутной операции. А диверсионно-разведывательные группы, они же чисто теоретически могут создать хаос в том же Вильнюсе на территории Литовской Республики с тем, чтобы правительство само открыло сувалтовский коридор для транзитов грузов в Калининград. Насколько такая задача теоретически выполнима? При условии того, что 25 тысяч штыков уже под ружьем в Литве, 90 тысяч это резерв и 10 тысяч расположены военнослужащие США на территории Литовской Республики. Такая задача при таком раскладе усилиями ДРГ выполнима или нет? Опять же, на мой взгляд, абсолютно. Это какой-то сказочный вариант. Других послов и нет. Если бы не было Украины, не было попытки Киева и действия там, то все возможно. Можно было бы сказать, да, мы вообще абсолютно не знаем. То есть не знаем, где ноль, где стоим, по какой шкале это все определять, как анализировать непонятно. Ну и вот был киевский опыт. Не получилось. Если у литовцев есть информация, разведа информация по такого рода деятельности со стороны Российской Федерации, то, конечно же, они готовы. Больше эффекта неожиданности его нет. Все действия эти, все эти сценарии, они уже превратились, на мой взгляд, давным-давно в планы. Тем более, что литовцы знают, как действовать. И они, за ними, скажем так, они ничем не хуже украинцев в своем желании отстаивать собственный национальный интерес. И, да и тем более, опять же, 30 лет прошло. Там молодые люди, новое поколение. Они говорят на другом языке. Там сложнее. Если в Киеве еще ты можешь на русском как-то говорить, и, возможно, тебя не заметят. А в Литве как ты будешь на русском говорить? Есть люди, которые говорят на русском, но в основном используется местный язык. А где они найдут такое количество разведчиков и диверсантов, которые будут это делать? То есть, опять же, все это сводится к количеству. И поэтому практически невозможно. Какой-то апокалиптический. То есть, можно попытаться начать даже. Ну, смысл и результат. Ну, будет так же, как в Киеве. На году-то постреляют, да и все. Ну, хорошо. Но тогда я предлагаю в заключении отвлечься от формальной логики и обратиться к аналогичному опыту Израиля. Казалось бы, чего добивается Хамас? Они прекрасно понимают, что Израиль их накроет высокоточным оружием. Они прекрасно понимают, что в военно-техническом отношении, ну, где Хамас и Хизбалла, и где армия обороны Израиля. Однако же они лезут. Они все равно лезут. Они все равно обстреливают территорию Израиля. Нет логики. А вот если мы на эту точку зрения встанем, возможно ли атака... А что, есть логика? Есть, конечно, есть. Оп-па, и какая же. Ну, это асимметричная война. Точно так же, как и партизаны воюют, и лоутек воюет с хай-хай-теком. И точно так же хамасовцы воюют. Они, по целях ясна, им нужен и Хамастан. И они заявляют о всей территории Палестины. Ну, в конце концов, они знают, что получат хотя бы свое, и будут очень рады, если получат западный берег. Там все понятно. Там ничего нового нет. А почему они ведут войну? Ну, ведут, а как им не вести войну, если есть идеология, есть куда они денутся. Они же могут сейчас отступить и сказать, все, мы закончили. Ну, хорошо, конечно, отступят, договоримся, мирный договор подпишем себе в класс. Это тоже, это, скажем, более ближе к какой-то невзбыточной миссии. Нужно еще несколько раз встретиться на поле боя, наконец-то, для того, чтобы обе стороны устали, особенно та сторона, и пришла к выводу, что все-таки делать больше нечего. Придется признать так, как есть. К сожалению, опять же, к сожалению. Поэтому я не думаю, что корректно сравнивать действия огромного государства, 130-миллионного с конвенциональной армией и действия террористической организации, которая хочет перейти, эволюционировать, скажем так, в обыкновенное государство. Вот и все. Так что я не вижу точки сравнения здесь между ними. У россияне действуют по другой логике. У них определенный общество, ну, как мне кажется, опять же. У них определенный строй общества, определенная общественность, определенные люди с определенными привычками, привычками идти за... слушать прямые приказы. Ну, видели мы это и во Второй мировой, и в другие времена. То есть не новость, как бы, ни для кого. Им сказали, они идут. Ну, видно же, мы же видимся. Все, и ты видишь, и люди, и зрители все твои видят, и ролики, как их призывают. Только сейчас, где-то там, мы видим, что начинаются какие-то небольшие народные брожения. Когда вы выкашивали 70 лет Советского Союза, всю элиту, которая может хоть как-то противостоять, а потом еще ты с небольшой передышкой потом и путинский режим все это задавливал. Что может быть новым? Их посылают, они идут. Ну, вот и все. Поэтому, опять же... А, кстати, вот здесь можно сравнить, кстати, вот это... Опять же, на мой взгляд, можно сравнить здесь отношения общества в секторе газа палестинского и вот к своей власти, да, и выполнения задач, которые они дают, и курса, который принимает Хамас. И точно так же вот российскую глубинку, которая идет воевать потом на украинской территории. Одно в этом смысле... В этом смысле одно и то же. Но только в этом смысле. Очень важно не путать, кто начинал здесь войну. Там начинала Россия. Окей. У нас все немножко по-другому. У нас было обоюдное начало, а потом уже после 67-го года вещи немножко поменялись. Ну, а разве не сравнимы террористические тактики? То, что использует Хамас, прячется за спинами женщин, детей, устанавливая косамы на больницах, на крышах, я имею в виду больниц, жилых домов и так далее. И то, что открыто декларирует Путин, прикрывается мирным населением, бомбит мирное население. Я прекрасно помню май прошлого года, когда здесь, в Бат-Яме, я наблюдал, что просто вот на кого Бог пошлет, швыряли они свои ракеты. И точно так же действует Кремль. Вот не кажется ли тебе, что как раз здесь уместно говорить, что террористическая тактика? В этом разрезе, да, согласенствую. В этом разрезе, конечно, всегда, когда любое государство или организация действует против гражданского населения, с целью заставить власть этого гражданского населения принять какие-то решения, это террористический акт. Поэтому сегодняшний удар по Киеву, утренние продолжающиеся удары, да, террористический акт. Вряд ли можно сказать, что случайно попали. Ну, нет, не случайно. Ого-го-го-го-го-го-го. Вот это с языка снова. Никак не получится. Ну, никак не получится. Особенно, особенно, если когда-нибудь там, если, допустим, на территории сектора газа Джад Ислами запускает ракету и КамАЗ говорит, ребята, ребята, тормозите, это не мы, это Джад Ислами, мы говорим, но нам все равно, ты ответственный, не будешь отвечать, то белорусы вряд ли могут это сказать. Точнее, белорусское правительство, если с их территории запущены ракеты, вряд ли могут сказать, а, дождите, это не мы, тут какие-то российские войска, как бы, мы суверенны в своей стране. Поэтому нужно задавать вообще другой вопрос. Почему украинцы ведут наступательные действия на территории Российской Федерации? До Курчатской атомной станции всего 117 километров. Очень близко. Понятно. И зайти в тыл противнику никто не отменял. Я думаю, ВСУ воспользуются твоим советом, но в заключении вопрос. Ты вот как специалист, как военный аналитик, как человек с боевым опытом, хоть один шанс отводишь на то, что сегодняшняя атака на Киев, но это случайность. Промазали, метили в одно, попали в другое. Ну, хотели как лучше. Вот что это вот было именно не террористическая атака. Хоть один шанс есть такой? Хотелось бы, конечно, верить. И по опыту у нас минометчики ошибались на учениях и стреляли в сторону Израиля. И такое бывало. Очень редко. Всего несколько раз. Но вряд ли. 14 ракет, если я не ошибаюсь, 14 ракет попали. Напоминаю нашим зрителям. Запустили 14 ракет. Одну сбили ПВО Украины. Разорвало 4 разрыва. То есть 9 ракет не взорвалось. Как это вообще получается? Ну, это понятно. В этом вся и сложность. Это, кстати, вообще другой разговор когда-нибудь про страх от иранской ядерной бомбы. То есть не то, что сделать уран это одно. А потом превратить это во взрывающуюся структуру. А потом еще нужно на платформе донести. А потом, чтобы она упала и взорвалась. Это все очень сложная система. Поэтому так долго ее разрабатывают и так далее. И то, что низкое качество российских ракет, это понятно. Но дело-то не в этом. Какая разница? Ну, пусть болванка прилетит. Смысл не в этом. Смысл в том, что однозначно был залп по Киеву выпустить. Это случайно. Украина страна огромная. Это не то, что у нас там, не знаю, хотели попасть в Церфин и попали в Тель-Авив. Так не бывает. Вот. Ерунда это все. Как пытаются. Трудно. Ну, жалко. Не знаю даже, какие чувства тут. Мы говорим на русском языке с тобой. Да. И люди, да. И люди, которые говорят на этом же языке, то есть по сути, да, частью, в которой вообще мы жили рядом с ними, они превратились в террористов. Это ужасно. К сожалению, с тобой нельзя не согласиться. Арье, спасибо огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения военного аналитика подполковника Цахал запаса Арье Зайдена. Но я всегда напоминаю другое. Выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рошворд. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok